Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Около трети дорожно-транспортных происшествий с детьми происходят в областной столице. Как обезопасить своего ребенка на период осенних каникул? Об этом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло с заместителем начальника отдела управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Павлом Анатольевичем Власовым. Павел Анатольевич, добрый день! Действительно для сотрудников ГИБДД осень – это особый период больших хлопот? Вы правильно заметили, что это все привязано к периоду каникул. Я бы, наверное, не стал застрять внимание именно на осенних каникулах, потому что ежегодная статистика показывает, что все-таки наибольший всплеск детского дорожно-транспортного травматизма наблюдается в период длительных каникул. То есть это зимние каникулы, получается, и летние каникулы в летнем месяце. Но главное тут слово – это каникулы. Совершенно верно, да. Стало быть, с привязкой ко всем этим проблемам, да, и деятельность госинспекции по профилактике данного травматизма, она также строится. То есть поэтому и перед осенними каникулами тоже проводится соответствующая работа. О чем идет речь? То есть ясно, что эта работа должна встись постоянно, да, и цель вот этой работы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – это привитие детям устойчивой привычки к соблюдению правил дорожного движения. И должны этой работе привлекаться, начиная от педагогов, да, это очевидно, да, продолжая сотрудниками госавтоинспекции и заканчивая родителями. Вот это, да, вот эта взаимосвязь очень важна, потому что то, что вы делаете, вы делаете это постоянно, вы втолковываете детям. А если он приходит домой и выходит на улицу, а родители не соблюдают правила, о какой профилактике можно говорить? Да, потому что, что бы мы ни делали, личный пример родителей, он играет ключевую роль. То есть если ребенок видит, что родители поступают неправильно, он будет так же поступать. Единичные случаи, когда ребенок, может быть, поправит там папу или маму, и родители это адекватно воспримут. А может быть, с детьми нужно работать вместе с родителями, что называется, семейная такая школа, чтобы прививать правила дорожного движения и у взрослых параллельно с детьми? Вот у нас около, наверное, трех лет назад такое ноу-хау было введено, это так называемые родительские патрули. Это, ну, активисты, в основном это родительские комитеты, касается, да, в школах, как все про них знают, участвуют в рейдах совместно с сотрудниками госавтоинспекции, где с детьми разговаривают, раздают агитационную литературу, те же самые светорожащие элементы раздают, да, плюс немаловажную роль они играют вот эти родительские патрули в проведении мероприятий «Детское кресло». О чем идет речь? То есть, например, как правило, эти мероприятия, они проводятся вблизи образовательных учреждений, то есть когда родители привозят детей в школу, да, и некоторые допускают нарушение правил перевозки. Здесь идет вопрос личного контакта, то есть, например, родитель приехал в конкретную школу, и около этой конкретной школы стоит родительский патруль с родительским комитетом из этой школы. То есть они, в принципе, когда друг друга видели, может быть, даже друг друга знают. Соответственно, эти люди, они смогут донести более доступно, да, иногда, чем, быть может, даже преподаватели, либо сотрудники ГИБДД. То есть поэтому, в принципе, это довольно эффективно работает, и более того, что вот сейчас последние, наверное, два года эти родительские патрули стали драмативно закрепляться даже в документах школьных. То есть практически при каждой школе они могут появиться, да? Ну, во многих сейчас практически в 100% школ они имеются, эти патрули. И тем более здесь родители, тот самый патруль родительский, знают великолепно в свою школу пути подхода, что называется, ребенка к школе, если он идет пешком, да, как проехать. И вы правы, что встречая знакомые лица, с кем учится ваш ребенок, ну, даже взрослому человеку должно быть стыдно. Конечно, конечно. Но при этом все равно хотелось бы в немножко негативном моменте остановиться. Бывают вот из, грубо говоря, из 100% мероприятий, вот этих по детскому креслу, да, где-то порядка третьей части этих мероприятий имеют место конфликтной ситуации, да, когда родители начинают занимать какую-то агрессивную позицию, говорят, что это мое дело, там, я не буду пристегиваться и так далее, и тому подобное. Вы поймите, что вот эти вот детские детские устройства были придуманы умными людьми, учеными, медиками, да, и на опыте какой-то аварийности, именно для того, чтобы ребенок не получил травмы, либо, не дай бог, погиб. Почему это такое происходит? У нас же вот эти вот все детские устройства прописаны по возрастам, да, все знают в правилах дорожного движения, что от нуля до семи, от семи до двенадцати, да, там в определенных местах эти установлены устройства. Почему? Потому что у ребенка скелет, он, как считается, что скелет ребенка формируется до двенадцати-тринадцати лет. Стало быть, при какой-то одинаковой аварии, да, при прочих идеальных обстоятельствах взрослый ничего не пострадает, а ребенок может получить как минимум перелом, а как максимум что-то еще хуже, не дай бог. Поэтому я думаю, что ключевую роль должна играть вот эта. Еще раз давайте скажем тем, кто сомневается в этих устройствах и говорит, что надежнее держать своего ребенка в руках, это мои родительские руки, я большую берегу. Чем опасно вот это при столкновении машин, когда ребенок на руках? Ну, конечно же, тут, если человек с образованием, он понимает все эти законы физики, что, ну, это кажется, что человеческие руки крепко держат, но никакие руки не смогут переиграть устройство специально. Я всегда привожу такой пример. Было ДТП, там, не так, может быть, может, около трех-пяти лет назад, да, в зимнее время года автомобиль с ребенком перевернулся на крышу, лег, мама увезла ребенка. Ребенок был маленький, в детском кресле пристегнут, как по правилам все. Ребенок не пострадал вообще. То есть, вот она машина перевернулась на крышу, он там как висел, как космонавт, знаете, в кресле. То есть, вот я всем этот пример привожу, но это более яркого примера, мне кажется, не найти. Сейчас мы говорим относительно, мы как-то в нашем разговоре перешли непосредственно к детским удерживающим устройствам. По статистике, дети-пассажиры часто страдают? Да, вот все-таки это из года в год происходит. Несмотря на проводимую работу, все же где-то порядка от 50 до 60% пострадавших детей – это дети-пассажиры. То есть, другими словами, эта ответственность у нас лежит на родителях, это они, дети, просто заложники ситуации. Ну, здесь надо еще учитывать особенности нашего региона, да, очень много, ну, у нас транзитный, да, и поэтому транзитный транспорт проезжает, и не всегда это тверские жители бывают. Поэтому, собственно, такая статистика у нас и получается. Ну, хотя мы говорили, как по и безопасным, и качественным дорогам, что это проводится в масштабах всей России, значит, здесь уже для детской жизни регионов не существует. Естественно, естественно. Как мы бы, как наши тверские водители приезжают отдыхать в тот же другой регион, куда-нибудь на юг, это не значит, что там они должны вести себя, как хотят. Совершенно верно. Тут это вопрос менталитета и вопрос соблюдения правил дорожного движения все же. Если мы с вами поговорим еще раз о статистике детского травматизма, что мы можем сказать, где чаще страдают дети, в каких происшествиях? Ну, смотрите, если говорить о, скажем так, вине ребенка непосредственно, да, то есть, получается, можно разбить на три составляющих. Это, то есть, первое, как мы уже сейчас сказали, что это дети-пассажиры, тут вина полностью лежит на родителях, да. Второе составляющее – это дети-пешеходы. Вот именно в этой категории дети-пешеходы зачастую более половины детей становятся вот виновниками, то есть, по их вине они пострадали. Опять же, здесь ответственность за данное происшествие тоже, скорее всего, лежит на субъектах других, то есть, на родителях, даже на той же самой госавтоинспекции, которые не смогли или вообще не довели правильно требования безопасности на дороге. Доводить правила безопасности, по-вашему, с какого вы лучше возраста? Это надо делать с того момента, когда ребенок начинает адекватно воспринимать окружающую информацию, потому что это направление имеет накопительный эффект. То есть, надо это делать постоянно, изо дня в день, быть может, даже это надо краткое время потратить перед окончанием занятий в школе, да. То есть, ребенок, ну, преподатель знает, что сейчас уроки закончились, ребенок сейчас соберется и пойдет. Вот просто тезисно напомнить ему несколько основных моментов, хотя бы то, что рядом со школой происходит. Почему это может сейчас вот в некотором случае у нас было вот лет, наверное, с 15-го года начиная, гибло детей там порядка 10 человек за год. Сейчас эта цифра поменялась, она стала практически в два раза меньше, но это нисколько не улучшает ситуацию. Потому что 90-е годы, наверное, ну, мы так предполагаем, был провал все-таки этой работы, она немножко была. И вот сейчас это возобновляется, и мы понимаем, что все-таки дети-то, они обучаемые, они обучаются и начинают вести себя правильно. Но опять же возвращаемся к родителям. Это должно делаться постоянно и на всех уровнях. И родители, и школа. И, возможно, да, я знаю, что вы ходите по детским садам. С детсадовского возраста как себя правильно вести? Ну, человек начал ходить, и человек должен понимать, что существует и водители, и пешеходы. Причем, для ребенка каждого возраста надо найти свой подход. Потому что с детьми немножко в игровой форме, с взрослым, может быть, можно показать какие-то фотографии ДТП, чтобы они вот это понимали. Да, такие страшилки. Да, да. Чем это может кончиться? Работа дифференцированная должна вестись. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня» на радио Монте-Карло. Сегодня наш разговор с заместителем начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павлом Анатольевичем Власовым. Говорим о мерах безопасности по профилактике детского травматизма. Особенно это актуально сейчас, в дни осенних каникул. Павел Анатольевич, я помню времена, когда мы сами ездили, делали репортажи. Были такие городки безопасности. По-моему, при Дворце и Молодежи у нас в Твери, где дети учились, как водить велосипед, как переходить дорогу. А элементарным правилам безопасности дорожного движения что-то есть подобное и сейчас, и, может быть, уже шаг вперед сделан в этом обучении? Да, конечно. Это в продолжение предыдущего момента, что детям надо кому-то через игру довести, кому-то через видео, кому-то через мышечную память. То есть вот эти городки, они сейчас до сих пор, они, конечно, модернизированы сейчас. Это не те, которые были в 1980-е годы. Да, я помню, столбики еще вбивались. Что-то как-то. Очень сейчас много городков, так называемых, мобильных, которые позволяют их развернуть в любом большом помещении, там, в спортивном или в актовом зале. Задержание то же самое. То есть там уличная дорожная сеть, на них выставляются знаки, да, и дети либо на самокатах, либо на велосипедах проезжают какой-то путь определенный, да. Устраиваются какие-то конкурсы, в том числе и областные, победитель которого выходит потом на все общероссийские конкурсы. Как правило, вот эти финалы этих российских конкурсов проходят в таких южных городах, что, ну, мотивирует все-таки команду к победе. Еще остановлюсь на городках, то есть помимо вот этих мобильных городков, естественно, есть и стационарные городки, что отрадно, они имеются и в районах области, естественно, финансировано немножко другое, но, тем не менее, энтузиасты и даже люди, которым это интересно, они это все поддерживают в рабочем состоянии. И что хотел еще сказать, то есть немножко забегу вперед, сейчас в городе Твери мы проводим работу совместно с Министерством транспорта по созданию центра по профилактике детского дорожного транспорта травматизма. То есть будет целый центр, пока такого центра нет, пока вот эти городки только, да? Пока его нет, да. А так, на базе одного из профессиональных колледжей, сейчас называется, да, будет создан, будет базироваться этот центр, то есть там будет класс предусмотрен, штат преподавателей, плюс в идеале у них будет автомобиль, то есть который укомплектован всеми этими мобильными городками, самокатами, велосипедами, на котором эти же самые преподаватели-методисты будут выезжать в районные области и проводить работу с детьми. А так можно будет посещать школу, непосредственно приезжать в этот класс? Конечно. Стационарные, которые, да. То есть таким образом охват будет гораздо выше, чем сейчас, может быть, это происходит. Надеемся, что в 2021 году все-таки мы это продаем и это будет, заработает. Да, здесь, конечно, не бывает мелочей в обучении детей правилам дорожного движения, здесь все очень важно. Вот вы упомянули самокаты и велосипеды. Насколько часто дети на этих двух-трех колесах попадают в аварию? Это самая, наверное, малочисленная категория, да, которая попадает в ДТП, но тем не менее это все равно существует такая проблематика. И, как правило, это происходит, опять же, возвращаясь в период каникул, да, когда дети чаще предоставлены сами себе. И плюс это происходит именно в местах их летнего пребывания. То есть уехал ребенок к бабушке в деревню, там у него есть велосипед, и он катается на этом велосипеде. Причем бабушка практически за этим не следит, независимо от возраста ребенка. Ну, здесь сложно ее винить в безответствии, потому что у старого поколения у них немножко другие стереотипы, да. Мы понимаем, что, например, в их молодость, да, столько транспорта не было, да, и дорога в деревне была грунтовая, по которой проезжала одна автомобиль там в день. Сейчас эта дорога стала асфальтированной, там серьезный трафик, а ребенок все равно продолжает кататься на велосипеде на этом. Хорошо, если ребенок понимает опасность, да, то есть он, может быть, или на встречу движения, и едет, и ночью не катается хотя бы, да, то есть тогда, дай бог им здоровья, что называется. Я сразу, вы сказали ночью, я вспомнила ночное происшествие, трагедию на Сахаровском шоссе, которое было уже года два прошло, там дети были на мопеде, на спортивном мотоцикле. Там спортивный, да, спортивный интак, который был не предназначен для движения по дорогам общего пользования. И здесь что нужно сказать, наверное, и самим подросткам, и родителям, которые часто покупают в подарок своему любимому чаду такую технику, о чем нужно предупредить? Ну, смотрите, аналогичная ситуация же, если их объединить, она была и вот в этом году, этим летом, в Калядинском районе, совершенно верно. Вот ситуация абсолютно одинаковая. Ну, не хочется, конечно, еще раз бередить, там, это беда для родителей, да, но тем не менее. Вот если сейчас без применительной конкретной ситуации, просто сказать, когда родитель покупает ребенку мотоцикл в деревне, ребенку там порядка, ну, там, от 14 до 16 лет, например, он что, на самом деле полагает, что ребенок будет во дворе на этом мотоцикле кататься? Естественно, нет, естественно, этот ребенок, тем более в таком возрасте, да, там, что называется, пубертатный, да, он поедет куда-то искать себе приключения. То есть это надо понимать и отдавать себе в этом отчет при покупке вот этого транспортного средства. Ну, это мотоцикл, это все-таки уже транспортное средство, причем оно очень опасное даже для взрослого, то есть оно обладает серьезными динамическими характеристиками, при этом водитель практически не защищен никак. А если еще брать город, то здесь хотя бы люди в шлемах катаются, там, и кто-то защиту минимальную использует, то в деревнях и в центрах муниципальных образований никто этим не пользуется, особенно и подростки, и дети. Поэтому все-таки, опять же, возвращаемся к ответственности родителей. Если же, конечно, я не исключаю случаи, что, ну, возможно, детям надо прививать любовь к технике, да, это как-то развивает детей. Ну, наверное, надо самовременно с покупкой мотоцикла еще и прививать, во-первых, знание правил дорожного движения, во-вторых, как-то обеспечить какие-то начальные навыки, да, может быть, там, какие-то кружки найти, там, клубы по мотокроссу, которые на закрытых территориях катаются. Такое есть, да? У нас есть такое в регионе. Естественно, есть, причем у нас это довольно неплохо развито. Вот, чтобы дети хотя бы почувствовали транспорт, почувствовали, как им управлять, почувствовали опасность и так далее. Это то, что касается мотоциклов. И еще один пример приведу, что за ребенка в любом возрасте лучше все-таки приглядывать, даже если вы находитесь где-то далеко. В прошлом году был такой случай, тоже страшный. Значит, просто какая-то деревня, родители занимаются по хозяйству, а ребенок 5 лет, детский квадроцикл, значит, во дворе у них стоял, причем даже электрический. Сел на этот квадроцикл, поехал, не умея на нем передвигаться, опять же, да, возвращаясь к вопросу, и врезался в стену дома либо в баню. Причем ребенок сильно посадал, там вопрос шел чуть-чуть, ну, там, тяжкий вред, там, черепно-мозговую травму получил. Ну, 5-летний ребенок, понимаете? А родители были рядом, то есть просто они даже не придали этому значения и не понимали опасности. Вот эти вот детские квадроциклы, это же на самом деле страшно сам по себе, квадроциклы довольно-таки неустойчивые транспортные средства, надо уметь владеть, а тут ребенок. Конечно, здесь вопрос обучения, то есть всему надо учиться. Всему надо учиться и набираться опыта. Поведение ребенка, давайте еще раз обсудим поведение ребенка во дворе многоэтажки. Вопрос деревни, дачного кооператива мы рассмотрели. Как обезопасить детей во дворах домов многоэтажных? Ну, здесь тоже панацеи никакой нет, все то же самое, то есть, понимаете, у нас, если следует строго правилам дорожного движения, да, то во дворе пешеходы могут передвигаться по всей ширине проезжей части, да, при этом они имеют преимущество. Многие этим пользуются, но в то же время встанем на сторону водителей. То есть, даже если он не едет по двору, да, допустим, вопрос парковки. Припарковался водитель, стоит ряд автомобилей припаркованных, и все вот ДТП, которые произошли на дворовых территориях с детьми, они имеют вот как под копирку одинаковый механизм совершения. То есть, получается, дети как-то заигрывают, там, играют в прятки или еще что-то такое, и резко выбегают из-за стоящего автомобиля под колеса другого автомобиля, который едет даже с низкой скоростью, но при этом, сами понимаете, опять возвращаясь к особенности детского организма, ребенок падает, ударяется там головой об асфальт, получает травму. То есть, вот один и тот же механизм совершения. При этом водитель, ну, естественно, он виноват, но условно можно обвинить и много других людей, и родителей, которые не объяснили, что так не нужно делать, и, может быть, педагогов и так далее. То есть, есть вопрос, понимаете, привития вот именно детям навыков безопасного поведения на дороге. То есть, надо им объяснять, какие есть риски, какие есть опасности, например, во дворе, какие есть риски и опасности по пути в школу, и есть риски при управлении велосипедом и так далее. Более того, например, педагогами сейчас работа организована, то есть, всем уже известно, это такой термин «маршрут, дом, школа, дом», когда детям проговаривается, рисуется этот маршрут, и указываются опасные места, да, чтобы исключить какие-то риски вот именно в этих местах. Но это уже введено, вот этот маршрут, что называется, вбивание в голову. Это вот как раз-то это мероприятие тоже проходит в рамках перед каникулами, как правило, особенно перед продолжительными каникулами. Это все еще раз проходится, проговаривается. То есть, всем классом дети идут по этому маршруту. Если родители ответственно к этому вопросу подходят, то они с ребенком вместе тоже нарисуют этот маршрут, вклеивают, как правило, это в дневник, по этому маршруту проходит. Ну, и ребенок все-таки, он, во-первых, мало того, что запоминает, где находится светофор и на какой сигнал светофора переходить дорогу. И плюс у него как-то все-таки все-таки запоминает правила дорожного движения. Если это будет ежегодно, с усложнением, то, наверное, уже к сознательному возрасту мы получим обученного человека. Я хочу вернуться, опять же-таки, к родителям, когда мы уже который раз задаем вопрос. Те же самые трагические случаи на дорогах с мотоциклистами, с юными. Это же все произошло ночью. Куда смотрели родители? Где ваш ребенок, да? А бывали еще такие случаи, что ребенок, пока родители спят или где-то находятся, берет у родителей покататься в машину, просто покататься, а потом все заканчивается трагедией. Ну, это тоже, скорее всего, вопрос воспитания, да? Кто-то знает, что этого делать нельзя, он никогда этого делать не будет. А кто-то, ну, давайте попробуем. Вот, попробовали. Вот, смотрите, если, например, проанализировать все наши три дорожных происшествий, в которых, вот, в 2020 году, в которых погибли дети, да, это страшная, конечно, тема, но все-таки, наверное, затронем. Первое было наезд на ребенка, это было в феврале месяце, в одном из районных областей, да, зимой. Это контроль, вопрос контроля у родителей. То есть это было в какой-то глухой деревне, в которой тоже люди полагали, что автомобили не передвигаются. Ребенок играл во дворе и просто неожиданно из двора выбежал, его в это время сбивает автомобиль. При этом у дяди его был родной рядом вообще практически. В течение обстоятельств плюс незнание обстановки. Второе ДТП мы уже оговаривали, это Калейский район, это эти мотоциклисты, даже не будем долго останавливаться, тоже понимаем, что здесь ответственность всех. Дети, конечно, тоже, наверное, виноваты, что ехали в ночное время, но, опять же, там был возраст 10, 14, 15 лет, час ночи, что они там делали на этой темной дороге. И третье ДТП, это было у нас в городе Торжок, наезд на девочку, 14 лет, на пешеходном переходе. Опять же, статиста ДТП переходила она не одна, она переходила еще с несколькими детьми. Едет автомобиль, они понимают, что они переходят пешеходным переходом, они делают все правильно, эти дети. Но надо было увидеть, несколько детей увидели этот автомобиль и успели отскочить, а эта девочка... Тот самый контакт зрительный, хотя бы с водителем. Тот самый визуальный контакт, да, то есть всего лишь нужно было остановиться и посмотреть, нет ли автомобиля и видит ли их водитель. Все, это можно было бы избежать. А кто это объяснит? Это объяснят только родители и педагоги. Причем вот если пройтись по возрасту, то все вот эти погибшие дети, они были возрастом 14-15 лет. Тоже подростки. Подростки практически, да, то есть к ним, наверное, даже найти подход легче, чем... то есть больше рычагов воздействия через интернет и через визуальные там какие-то ряды. То есть, наверное, можно это объяснить детям. Даже на конкретных примерах. Мы с вами в предыдущей программе говорили о безопасных и качественных дорогах, о реализации на территории региона национального проекта. Что там предусмотрено для именно безопасности детей, если еще раз сделаем акцент на дорожных знаках, на дорожных ограждениях, на качестве дороги, на пешеходных переходах? Ну, если говорить о именно дорожных знаках, да, то это, естественно, конечно, то есть на оборудовании уличной дорожной сети средствами безопасности, то это то же самое, что и для взрослых. То есть установка пешеходных ограждений, установка искусственных неровностей, оборудование пешеходных переходов, их максимальное освещение, потому что у нас проблематика, как мы уже говорили, Все-таки в осенне-зимний период, когда темно, осадки, пешеходов не видно. Что касается конкретно детей. Конкретно детей, эта проблематика прописана в федеральном проекте «Безопасность дорожного движения», который, в свою очередь, входит в этот национальный проект. Вот там конкретно про дорожный трансмитроводизм детский идет. То есть все мероприятия там, это и развитие движения ЮИД, о котором, может быть, мы еще сегодня, если успеем, поговорим. Создание детских центров, о которых мы сейчас тоже говорили. На это тоже выделяются деньги на федеральном уровне. И это все, значит, правительство, эта проблематика тоже понимает и понимает, что надо с этим что-то делать. А что это за движение, которое вы сказали? Движение Юных инспекторов движения. Юные инспекторы движения. У нас это было еще в предыдущие годы. Конечно. Это все хорошо забытое старое. Да-да, это все под крылом госавтоинспекции, продолжает развиваться. Опять же, тут вопрос энтузиазма уже педагогов самих. Если им это интересно, то они развивают это движение. Причем оно рассчитано именно на такой возраст, до подростковой, до 12 лет дети. То есть когда им еще это все интересно. Если им это правильно преподнести, им там форму выдают. То есть они вот плюс эти конкурсы проходят. Детям в этом возрасте еще это интересно. Скажите, какие информационные ресурсы вы порекомендуете родителям и педагогам, чтобы работать с детьми, чтобы знать, откуда черпать информацию и что детям необходимо знать, если это не сотрудник ГИБДД приходит к ним в школу. Но в каждую семью ты не придешь. Да, есть такая вот общественная, она сейчас даже назвала бы, наверное, общественно-государственное движение без ДТП. У них есть свой сайт, он так называется бездтп.рф. То есть там вот на этом сайте очень много размещенной информации. Помимо отчетной информации, что проводится, там у них есть информация о проведении каких-то онлайн-конкурсов, в которых тоже активная категория может принять участие. Плюс у них образцы инфографики размещаются, которые, опять же мы говорим, что детям через видеоряд можно довести какие-то проблемы безопасности. Второй ресурс – это «Добрая дорога детства». Это тоже есть и газета, печатные издания, и сайт у них тоже свой имеется. Тоже там много полезной информации. В принципе, вот эти два ресурса, они наиболее такие информативные, наиболее они конкретно по этому направлению, чтобы не размывать это направление. Наша программа подходит к концу. Мне бы хотелось, чтобы Вы подытожив дали конкретные советы. Ну, нас, надеюсь, слушают и родители, и педагоги, и сами дети. Что нужно соблюдать, какие правила, конечно же, дорожного движения, чтобы не попасть в беду? Ну, все-таки хотелось в первую очередь обратиться к педагогам и к родителям, даже вот к родителям прямо подчеркнуть, к родителям. При перевозке детей обязательно соблюдайте правила перевозки детей. Это важно. То есть даже в городе, даже в городе, казалось бы, что при небольшом перемещении думают, что ничего не случится, но лучше лично перестраховаться. Используем детские устройства, пристегиваем детей там в определенном возрасте. Опять же, проводим работу с детьми. Это сделать не сложно. Потратить 5-10 минут, разобрать конкретный пример. Просто идете вот по городу, увидели светофор и увидели, что где-то кто-то нарушает. И можно рассказать, что, смотрите, вот он делает неправильно, а нужно делать так. А если он будет делать неправильно, то будет то-то-то, потому что ребенку, может быть, важно рассказать и про последствия. Это второй момент. Ну и что касаемо средств мобильных, то есть это имеется в виду велосипеды, мотоциклы и всякие сейчас... Ну, уже об этом мы говорили, то есть надо понимать уровень ответственности. Перед тем, как покупать, надо либо лучше своего ребенка не знает никто, чем родители. То есть они понимают, что вот у него ребенок уже созрел, да, наверное, с ним можно уже заниматься. То есть так купили мотоцикл, научили минимально управлять, по закрытой территории покатались, объяснили азы правил. А лучше это сделать только в возрасте, когда уже позволяет получить водительское удостоверение. Это был бы вообще идеальный вариант. Давайте напомним еще раз этот возраст. Сейчас у нас разбит по мотоциклам на две подкатегории А1 и А. То есть А1 – это легкие мотоциклы с 16 лет, категория А – это все остальные, уже любые мощные мотоциклы с 18 лет. И давайте еще раз напомним о том, что родителям в первую очередь нужно следить за своими детьми. Будьте 5 лет, будьте 14 или 15. Ну, не хотелось бы еще лишний раз это говорить, потому что все родители адекватно это понимают. Но, опять же, здесь момент, когда ребенок уезжает на отдых, когда все-таки он остается без присмотра. Надо либо ребенку максимально доступно объяснить все тезисы, да, либо все-таки, чтобы был кто-то, кто за ним приглядывал. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Надеюсь, что жители нашего региона прислушаются к вашим очень разумным советам. Советам, которые, к сожалению, построены на человеческом несчастье. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был заместитель начальника отдела управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Павел Власов. Вы слушали программу «Тема дня». С вами была Ирина Чекунова. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!